Мур, привет друзья, с вами Зверько, и мне как-то напомнили, что я обошел вниманием персонажа довольно сложного среди бойцов, Чу. Теперь я хочу исправить это упущение, а поможет мне в этом Юпитер, мой друг и стример, поскольку мне нравится его игра на Чу и чувство инициации. По традиции начну с навыков, новичкам стоит послушать, а остальные могут промотать. Пассивка, скорость и натиск. Через некоторое время пути у Чу загораются кулаки, и следующий его удар нанесет 200% урона и немного замедлит цель. Урон достаточно ощутим, поэтому разработчики убрали с него крит. Пассивка используется для ослабления целей в периоде игр на лайнах и для замедления цели. Первый навык – Джит Кундо. Кстати, это такое единоборство самозащиты, собравшее в себя несколько техник боя под авторством Брюса Ли. Так вот, в игре это три удара с перемещением. Все удары наносят урон. Первые два удара замедляют на 60%, а третий подкидывает противника в воздух на одну секунду. Кроме того, третий удар перезаряжает второй навык. Этот навык используется постоянно, поскольку перемещают Чу на порядочное расстояние. Тут и перемещение, и урон, и контроль. Обычно, если противник близко, Чу-мейнеры используют первые два удара как заряд и бегают с подготовленным третьим, ведь это почти мгновенная инициация. Второй навык – Шунпо. Как видно из названия, это перемещение. Чу делает рывок, которым избегает контроля во время перемещения, увеличивает свое проникновение на 40 единиц и получает щит на 2 секунды. Разработчики сделали этот навык универсальным. И если ранее он игнорировал весь урон, то теперь щит хотя бы можно снять и нанести урон по Чу. В совокупности с первым навыком мы получаем 2 усиления и 2 щита, что добавляет живучесть Чу. Учитывайте, щиты не складываются, а обновляются. Применили второй, поймали маслину в щит, нажали первый и опять второй. Теперь вы с новеньким щитом. Навык также используется постоянно, чтобы уменьшить входящий урон и увернуться от контроля. Не все знают, поэтому говорю, у нас в игре много контроля летит как бы снарядом. И если прыгать навстречу снаряду, у вас больше шансов задоджить контроль и не встать столбом. Ульта. Путь дракона. Попоболь деферов, поскольку Чу с хорошими навыками, умудряются проскакать через весь контроль и урон и выпнуть бедного мага или стрелка из-под вышки. Но и тут есть нюансы. Если вы, нажав ульту, тут же примените ее снова, то после пинка противник отлетит не так далеко, как мог бы. По ситуации учитывайте это. Если чуть подождать, то противник отлетит дальше, перед тем, как получить ваш второй удар. Особо ловкие ребята успевают в промежуток ульты применить первый или второй навык. Также ульту можно использовать для защиты союзников. Нажав один раз ульту, вы не преследуете противника. Например, прыгает к союзнику Минотавр, задумав применить ульту, а вы ему пяткой в нос, чтобы летел к своим обратно. Итак, что мы видим из навыков? Чу очень требовательен к реакции, памяти таймингов навыков и имеет кучу вариантов исполнения комбинации. Этого персонажа надо наигрывать, подобно Фанни и Хаябе. Его надо любить. Дополнительную способность всегда берется вспышка. Она увеличивает и без того безумную подвижность Чу. Эмблему выбираем, исходя из вашего видения героя. Тут или урон, или инициация, или смешанный стиль. Рассчитывать на Чу, как на полноценного танка, не стоит, поскольку контроль у него не массовый. Расскажу свой вариант. Он рассчитан на скорость перемещения и универсальность. А поскольку неплохо бы использовать нашу способность замедлять, то берем эмблемы бойца с третьим перком. Теперь, после применения пассивки или замедления от первого навыка, наш урон будет возрастать. Сборка. Вариант универсального билда. Но вам, скорее всего, надо будет собирать свой удобный вариант. А мой можете использовать как отправную точку. Например, защиту собирать от пика врагов. Волшебные сапоги. Чу из тех героев, кто могут приносить пользу и в отсутствии фарма. Наша основная цель – инициация боя. Так, чтобы убивал наш товарищ. Эти сапоги помогут не думать о фарме линии, а сосредоточиться на файтах. Клинок отчаяния. Хорошо способствует ослаблению противника. Кроме того, если мы кого-то будем догонять, а при правильной игре от нас сложно оторваться. Особенно с учетом всеобщей любви к вспышке вместо спринта. Этот меч даст легкий фраг. Бесконечная битва. Увеличит и урон, и кд навыков. Штормовой пояс. Первый шаг к защите. Замедление с удара рукой и кд навыков. Кираса грубой силы. Будет также увеличивать скорость бега. Нам после применения навыков. Бастер на отваге. Кд навыков и полезная активируемая способность. Этот билд направлен на агрессивную игру с инициацией в присутствии танка в нашей пати. Как видите, нет маг-защиты. Поэтому убийство мага будет первоначальной задачей. Так мы подходим к тактике. Чу очень вариативен в применении навыков. Поэтому лучше после просмотра выключить мою болтовню и просмотреть видео еще раз под вашу любимую музыку. Чтобы сконцентрироваться на очередности применения навыков. Вообще советую периодически так делать. Учиться на этом персонаже лучше сначала против ботов в АИ режиме. Потом в обычке. И лишь набив руку идти в ранг. Поскольку неумелый Чу – унылое зрелище. На старте есть три варианта. Просто пойти на линию помогать союзнику. Оставляя для него крипов и лес. Поскольку помним, Чу может обходиться без фарма. При случае подкидывая союзнику на линии фрага в виде противника. Либо попробовать сделать первую кровь на средней линии, поймав противника из кустов. Либо пойти на боковую линию, зачистить крипов и попробовать сделать там ферстблат. Все зависит от вас и союзников в пати. Догоняя противника, используйте комбинацию первый, первый, второй, первый, второй. Это гораздо быстрее, чем бежать пешком. Хотя на слух так не кажется. В самом бою помните, что вы не бессмертны и как танк не столь живучи. Останавливайте противника под башней первым навыком и выпинывайте ультой. Дальше дело за союзниками. Если у них не тормозная жидкость в мозгах, то они подключатся к уничтожению врага. Ну, собственно, на этом все. Если вам понравилось, делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!